Начинаем нашу пресс-конференцию, поздравляем команду победителей, с нами главный тренер гостей Катис Макс Фитис и защитник Максим Григорьев. Как всегда Максиму сначала дадим слово, Макс несколько слов. Ну естественно результат не может не радовать, когда выигрываешь ЦСКА. По игре могу сказать, что по ходу игры мы все-таки делали достаточно большое количество ошибок и не могли справиться с Джеймсом, но из-за того что до конца боролись и возможно где-то ЦСКА уже подрасслабилась, а мы так сказать продолжали бороться и действовать так как должны были действовать, где-то случилось такое вот переключение, где взяли инициативу и собственно говоря выиграли матч. Рады, рады, пока как во сне все плывет. Вроде бы я думал, что только так может случиться в детском баскетболе, когда играем неделю назад, проигрываем 40 очков, через неделю уже выиграем 2 очка. Так что я рад, что мы выиграли. Да, как и Макс говорил, в игре держались, было немало ошибок, но хорошее то, что не сдавались до конца, попали трешки, что мы и попадаем. И с такими командами ЦСКА надо держаться близко и ждать момента, пока они чуть-чуть расслабятся, что сегодня случилось. Так что я рад, поздравляю. Поздравляю всех болельщиков фармы с хорошей победой на выезде. Спасибо. Был один вопрос от журналистов. Анастасия Савина. В финале Кубка Гомельского вы уступили армейцев с разницей 40 очков. Сегодня победа. На какие ошибки обратили внимание после прошлой игры? Первое все это физика. К Кубку Гомельского мы подошли уставшие, играли с химками два дня назад, не готовились. ЦСКА играл 8 легионерами, теперь сегодня только 6 их было. Но больше всего работали на то, что беречь мяч и сегодня это сработало. Мы сегодня сделали 25 асиста и потеряли только 12 мячей. Это очень хороший баланс. Ну, на все, наверное, на физику, наоборот, на все по чуть-чуть, потому что 40 очков это много, это все надо чинить. Спасибо большое, тренер. Спасибо. Спасибо. Управо. Продолжаем нашу пресс-конференцию, пресс-поединит ЦСКА. С нами главный тренер Дмитрий Сатудис и защитник Майк Джеймс. Как обычно, мы начинаем с игрока. Майк, пресс-пост, вы, пожалуйста, скажите пару вопросов. У меня сильный тренер Дмитрий. Убьюсь, это-пост. Убьюсь, я думаю, это большой. Упрочем, я процитаю. Убьюсь, я собирался một моих лидеров. Я в сайт-пост, когда я пришел к нам, чтобы вернуться, поэтому у меня нет, даже не так, чтобы это было немного. Устальше, но у меня связано, мы – мы в моем команде – Поэтому мы должны уйти от этого, я думаю, когда у нас есть аспирации в чемпионате, когда у нас есть стандарт для себя, вы не можете позволить лапси происходить вот так, но я думаю, что мы будем пытаться уйти от этого и просто строить и идти вперед. Мы позволили им слишком многое, и виноваты все, начиная с меня. Я, безусловно, лично несу ответственность за это, но мы все вместе, это команда, и у нас есть амбиции стать чемпионами. Мы, если хотели стать чемпионом, мы не должны допускать такие провалы, и мы должны расти на том, что мы получаем. Доброе утро! Доброе утро! Я хочу поблагодарить, первое, Парма, за их победительство и за то, что они никогда не подстали. Конечно, по-моему, в конце концов, мы могли бы уйти в другую сторону. Мы тоже были хорошей игра, когда Майи дали лиду. Но, конечно, мы должны поговорить много, как Майк сказал, о том, почему мы пришли к этому моменту, чтобы играть в игре и в клатч моментах. Потому что мы перестали играть, и это именно то, что я сказал в локер-рум, что мы не имеем права для того, чтобы играть на педаль, как они говорили, когда у вас есть плюс 20. Потому что мы не имеем такой качества. И, конечно, мы не проверили, что мы не имеем права, что мы не имеем права, что мы не имеем права, чтобы мы не имеем права, что мы не имеем права, что мы не имеем права. И, конечно, мы не имеем права, чтобы победить. Но мы не имеем права, что мы не имеем права, что мы не имеем права, что мы не имеем права. 7 минут 73 секунд, и на четверг мы были плюс 20. Они получили 6 от 6 3-поинтеров. Мы получили 7 тюновых, 0 assist на это последний раз. Так что я обратил, опять же, в линдзе, чтобы работать. Но, в результате, мы получили очень хорошую путь в голову, если вы хотите сказать, из команды, которые никогда не остановились на победе. И они вернулись. И благодарю за это. И это хорошо, что это произошло. Многие из моих игроков, что факт, что они здесь, это хороший факт. Это первый шаг. Но мы должны это исправить. Я должен это исправить. Мы должны это исправить. И в каждой игре, в каждой практике, что мы в этом уровне. Это было очень хорошо. И это было очень хорошо. И это было очень хорошо. Я заканчиваю мою область за это. И мы, вместо того, на день, на сегодняшний день, мы должны быть лучше. Это было не достаточно 30 минут. 30 минут плюс 20. 40 минут минус 2. Очевидно. Провод – это это. Единственный путь, который мы знаем. Поздравляю Парму. Они показали двух победителей. Никак не сдавались по ходу всего матча. Безусловно, у нас были свои хорошие моменты. В частности, тот бросок Майка Джеймса после таймаута был хорошим моментом. Но тут важно разобраться, как мы дошли до этой точки. В какой момент мы перестали играть. У нас нет права отпускать ногу с педали газа, когда мы получаем большое лидерство. Я говорил это команде при подготовке, что у Пармы есть и качество, есть дух, есть химия, есть жесткость. И я готовил команду именно к этому. При этом я, безусловно, беру на себя ответственность за то, что случилось. Мы проиграли сегодня этот матч. Несмотря на то, что у нас по ходу матча были хорошие защитные моменты. За 7 минут до конца мы вели плюс 20. И после этого пропустили 6 из 6 трехочковых. Мы совершили 7 потерь. Мы не сделали ни одной результативной передачи. В какой-то момент я вернул на площадку то сочетание игроков, которое было наиболее успешным. Но это не помогло. Мы получили хороший такой крепкий удар по животу или по лицу. Они действительно смогли вернуться в игру. И я поздравляю Пармы с этим. Я сказал сейчас команде в раздевалке, что то, что мы здесь находимся, то, что мы в ЦСКА оказались, это только первый шаг. На втором шаге нам надо доказывать, что мы принадлежим к этому уровню. Завтра у нас вместо выходного будет видео, будет тренировка. Мы должны понять, как получилось, что мы с плюс 20 ушли в минус 2. И это можно сделать только таким способом. Коуч, у меня есть вопрос от Аджиона. Как Торку Шенгейли чувствует сейчас? Он чувствует лучше, но мы должны идти день за день. Это вообще вопрос для доктора. Но когда я спросил ему, как он чувствует, он говорит, что он чувствует лучше. Я надеюсь, что он чувствует лучше. И я надеюсь, что он будет лучше. Спасибо большое. Да, вы тоже.